Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 101. Начитывается Новый Завет по нашему изданию и трех томиках по блаженному феопилакту толкования с комментариями. Он у нас очень известный. Три тома по 752 странице. Вот он как выглядит. И в нем даем комментарии. Впервые за 2000 лет вышел вот такой комплект вместе. Полное толкование Нового Завета с откровением. Блаженный феопилакт заканчивается посланием к евреям. И кроме того, мы включили сюда и лучшего иллюстратора Гюстава Дары. 230 картин раскрасили его. Вот. И так считает Никита Колесников. 2 Тимофей 4.15. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам толкования. Не сказал причини скорбь, накажи. Хотя по благодати Святого Духа он мог это сделать. Но заповедует беречь себя, то есть уклоняться, удаляться от него, предоставляя наказание Богу. То есть войну ведет и противодействует благовестию Евангелия. Комментарий Игнатия Лапкина. Противодействие проповеди есть самая настоящая вражда. Война против Бога. И какой бы сан ни носил человек вплоть до патриарха и папы, но если он противодействует благовестию Евангелия, он этим показывает, что он не рожден свыше. И благодать Духа Святого не коснулась его. Если при гласе пророков все должно было замирать, и небо, и земля, то какое горе ждет тех, кто противодействует благовестию Евангелия. Исайя 1.2 Когда говоришь, считая Слово Божие, человек неверующий, он может перебивать, говорит. Слово Божие считается, слушайте, небеса и земля, все должно замолкнуть. Это еще один из признаков того, что злой дух перебивает. Сектант какой-то говорит, неважно кто, на улице или в храме, или где. Слово Божие. Бог говорит, не Он говорит, это Его устаток и шевеляться. Ни звука не издай. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Отнимает хлеб в блокадном городе, отнимает воду в знойной пустыне. Тот, кто противодействует благовестию Евангелия. Во времена Христа и апостолов более всего противодействовали проповеди христопродавцы иудеи. И мы знаем, что их постигло за это. Как говорит Иоанн Златоуст, Бог как бы растоптал засохшую грязь и размел по всему миру. Две тысячи лет они не могут собраться воедино. 1 Фессалоникийцам 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют миру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Подобны им те, кто противодействует благовестию Евангелия. 2 Тимофея 4.16 При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да вменится им. Толкование. Снова апостол проповествует о других искушениях, чтобы более ободрить своего ученика. Но о каком он говорит в первом ответе? Он еще прежде был предоставлен Нерону и избежал смерти. Так что с того времени и проповедовал. Но когда он обратил его в виночерпие, тогда Нерон воспылал гневом и отсек ему голову. Апостол высказывает скорбь словами «все меня оставили». Как бы так он говорит. Даже свои изменили мне, и я был лишен всякого утешения. Поэтому и ты, будучи оставлен в опасных случаях, имей утешение в моем примере. Видишь ли, как он щадит близких к нему. Конечно, они близкие его сотрудники. Сделали тяжкий проступок, оставив его. Ибо не одно и то же быть оставленным посторонними людьми и своими. Однако апостол молится, чтобы это не было им вменено. Конечно, от Бога. Иначе это большой грех и заслуживает быть вмененным. 2 Тимофея 4.17 «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». Толкование. Это опять утешение для ученика. «Ибо показывает, что человеку, оставленному людьми, Бог не попускает потерпеть что-либо бедственное, и укрепил меня, то есть даровал дерзновение, не попустил пасть. Посмотри, как велико его смиренно мудрее. Не потому, говорит, Бог укрепил меня, чтобы я был достоин такого дара, но дабы мной утвердилось благовестие, или прошло из конца в конец и исполнилось. Это подобно тому, как если бы кто носил багряницу и диадему, и из-за них спасался, чтобы всем сделались известны и слава проповеди, и попечения мне промысла. «И я избавился из львиных челюстей, то есть от Нерона. Он называет его львом, по причине могущества его царства и непреклонности». Ну, тут написано о львиных челюстях. Ну, теперь давайте, буквально надо понимать. Ну, понимает, что он, арена. Вот Игнатий Богоносец, вот его, вон видно, львы его заедают на арене. Здесь нет львов никаких. Павел не был со львами. Он называет Нерона. А при чем тут Нерон? Ну, нельзя так это, по-топорному. Когда ясное дело, что он не был, это история говорит. И мы о человеке, как рыкающий лев, а кто? Сатана. Библия-то говорит очень образно. А дальше «И восстанет лев, и с колена Иудина кто? Христос». Львов называется «Сатана и Христос», но когда, где и как, это надо смотреть. Не так, что написано. Зато он, говорит, не показывает, что написано, дает смысл написанного. И вот это вот мы, ну, развитие это не даем сами себе, и тогда начинаем блуждать, где попало. К любой пакости, как говорится, навозная муха везде сядет. «Видишь, как близок он был к смерти, попав в самые челюсти льва». Комментарий Игнатия Лапкина. Пошло второе тысячелетие после крещения Руси. В православной церкви встречались дивные проповедники. Остались их труды. Но почему даже и они не исполнили прямое повеление Иисуса идти в мир? Вот об этом, что они хорошие, да, там, Туровские, да. Но вот эти слова-то, почему никто не говорил ни разу? Серафим, да, я признаюсь, святой. Но Серафим-то против Евангелия идет. Написано, идите по всему миру. Нет, я в лесу иду, а теперь ко мне мир идет. Мир идет туда, Христос спасал мир, а я сделал, чтобы мир ко мне шел. Ну, хорошо ли ты сделал-то? Не прибавляй к словам его, тем более в жизни. И все монастыри, и все проповедники делали только так. Наоборот, это хорошо, прославляем, мы их канонизируем. Кому вы их канонизируете? Я стал считать, у нас на одной руке вмещаются проповедники. Стефан Пермский с Зыряном проповедовал, шел дальше. Иннокентий Вениаминов с северным народом. Николай Японский, Касаткин. И архимандрит Макарий Глухарев, Алтайский. Все, четыре. А может, были еще были, да более-менее знатные. Вот такое есть, и в житиях мы знаем. Но к миру пойти не вытащишь, что ли людей боятся. Давай три кущи сделаем, скорее три монастыря. А Господь говорит, внутри там, внизу, у подножия горы, холма там бесноватые. Пошли туда. Петр Первый положил основание монастыря, ничего не получилось. Только слова были сказаны, а Господь не одобрил это. Давай три кущи, и будем тут на горе Фавори жить или где. Да неизвестно, Фавор это был еще. Все стало происходить совершенно наоборот. Появлялся проповедник или святой, известный подвижник, и люди устремлялись к нему. Самые потаенные места. Можем ли мы предположить, что рядом с именем апостола Павла стоит другое слово из арсенала тех, кто позже появлялся в церкви? Затворник, пустынник, молчальник, гробокопатель, столбник. Этого нельзя даже вообразить. Слава проповеди – это слава Христу за спасенные души, за сеяние евангельского семени, за то, за что проповедник получит славу в вечности. Все вышеперечисленные звания не могут претендовать на славу проповеди. Марк 16.15 И сказал им – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяние 8.4 Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Православные, устремимся на славу проповеди. Преподобный Исидор Пелусиот говорит так – горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Матфея 24.19 Сказано душам, которые чреваты божественной любовью, но не осмеливаются свободно изречь и исповедать веру в Бога и твердо стоять за нее. А приобрели только детское и несовершенное понятие о Божьем долготерпении и не имея твердого упования, но угрозами или нападениями приведены в расслабление и лишили себя будущего. Вот видите как Исидор Пелусиот говорит – а о чем говорит – горе беременном, не о беременных речь-то идет, говорит, только. Вот сколько еще способов познать, как считает святых отцов. А тот беременный как, то есть много напитался, много читал, все знает, а пойти сказать не может. Он не может разродиться никак. А Павел говорит – я снова в муках рождения, доколе изобразится вас Христос. Муки рождения. Почему? Они отпали. Его надо рожать. Эти муки намного продолжительнее, чем когда женщина рожает. Женщина больше дня не может рожать, она умрет. А здесь Павел годами рождал их. Исповедание слабое, двусмысленное, не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Вот и все. Какое? Слабое. То есть обылили как-то маленько там, сказал, двусмысленное. Но я сказал так, чтобы только не тронуть. Но зачем человек? Кому надо, того Бог приведет, старообрядцы говорят. А нам зачем идти? И его старообрядцев, настоящих старообрядцев, на благовестие, за 300 лет Бог не мог выдвинуть. Ни одного. Ни одного. А почему? А как приобретать? Смешанные браки. Кто там посовет, посватается, познакомился. Его довершить надо. То есть совершить на один акт. В тазик поставить, его там помощить. Что сделать? Теперь будет причащаться. Женился. Осеменилась она, и она тогда сразу уходит. А он остался. Я это знаю. И она пойдет замуж, все, по-хорошему, из-за индейства в Америке. Все, индейство, полуиндейство растет, но он ушел. А они, естественно, и остались. Смешанные браки. Написано, что приобретает языком. А вы каким членом приобретаете? Я дальше начинаю смотреть. И как будто не видит. Сколько не говоришь. Даже не слышат и не видят. А проповеди даже не говорят. Проповедь у Сараобрядцев одна. Теоретик. Точка. Переходи к нам. Три восхитательные знака. Все, больше нет ничего. Недостаточно исповедания в тайне души. Необходимо исповедания устами и словами. Недостаточно исповедания словом. Необходимо исповедания делами и жизнью. Святитель Игнатий Брянщанинов. Что, это недостаточно? А сам он пошел? Нет, не пошел. Он сказал, и опять сидит на месте. В монастыре. Вот что удивительно. И слова правильные. Все сказал. Но он думает, к нему это не относится. А с него-то и спрос будет. Ты как раз это знал. Почему не пошел? Бабка. Вот мне одна пишет. Из Белоруссии. 84 года. Инвалид второй группы по зрению. Она свидетельница Иегова, как говорит. Я не раз подходила к батюшке и говорил, отец или ферий. Вот я Евангелие считаю, не понимаю. Ну, как бы, знаете, Агапия. Ты же такая ревностная. Все время в храм ходишь. Что тебе еще надо? Зачем тебе это? Проходит время, я считаю, опять не понимаю. Я опять подошла. Он говорит, не надо это тебе. Ну, зачем тебе? Ты дома сидишь с внуками возишься. У тебя муж там неверующий. Ты как-то там обходись. И вдруг кто-то звонит. Открывает дверь две приятно одетые женщины. А мы вот ходим. Вы не хотели бы Евангелие изучать? Евангелие. Да Бог же вас послал. Заходите, заходите. Все. Иконы пожгла. Все. Больше ничего нет. А она до этого на меня натолкнулась. И к истинному православию книгу я послал. А эти свидетели Иегова как испугались. Да давай, да ее сжечь. Она говорит, как я могу сжечь? А кому пишет опять отдать? И мелким, мелким шрифтом она теперь написала. У нее со зрением вторая группа. Красивым почерком я посчитал, где-то больше 30 мест Библии привела. Да у нас патриарх за год столько мест Писания не возьмет. 84 года. У меня, говорит, муж, он неверующий. Я с внуком вожусь. А дед, давай играть в шашки-то. Сатана настоящая. Товарищи его приходят еще. Старая, выпивая. Так я им кроме капусты ничего не стала давать. Они перестали ходить. Она борется. И как только в свободное время я внука беру за руку, и мы-то и идем, и другим говорим о Христе. Да она одна бабка, это на суде Божьем нас всех осудит. Будет ли она спасена, не знаю. Бабка, который Елеферия оттолкнул. Ну, это наше православие. А может быть, это только в Белоруссии такое. Это и на Украине так. Это и в России так. Я большой опыт взял. Я тогда ее письмо в Потеряевке всем стал показывать. Вслух стали считать. У нас слез нету, чтобы оплакать это событие. Это суть православия. Итак. 2 Тимофея 4,18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Толкование. «Пред всем Он избавил меня от телесной смерти. Поскольку же я довольный уже проповедовал, то далее, надеюсь, Он избавит меня уже не от телесной смерти, так как я уже становлюсь жертвою, но от всякого греха, то есть не допустит мне расслабнуть перед смертью. Не даст до крови противостать, но даст до крови противостать греху, что значит избавиться от мысленного льва. Итак, это последнее избавление, когда Ему предстояло быть преданным на смерть. Важнее первого, когда Он избежал смерти, то есть избавит меня от всякого греха и сохранит там. Ибо спастись для Царствия Небесного значит умереть за Него здесь. «Иновидящий душу, судя в мире всем, сохранит ее в жизнь вечную» Иоанна 12, 25. «Вот и истинное спасение, когда мы просияем так, вот словословие Сыну, как и Отцу, ибо Он Господь». 2 Тимофея 4, 19. «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисифоров». Толкование. Это те лица, которые восприняли и научили вере апостол Аполлоса, гостеприимством которых пользовался и сам Павел, и которых он постоянно вспоминал. Жену он поставляет прежде, потому что она была усерднее и более предана вере. Она научила вере и Аполлоса. Или апостол делает это безразлично. «Приветствие же свое высказывает, чтобы отчасти утешить их, отчасти выразить этим почтение и любовь, и, что важнее, преподать великую благодать. Ибо и одно приветствие такого блаженного и святого мужа могло исполнить великой благодати того, кто удостоился его, и дом Анисифоров, то есть домашних его. Сам он был в Риме и служил Павлу в узах, как выше сказано. Своим приветствием апостол делает их более усердными для преуспевания в подобных делах». 2 Тимофея 4.20 «Эраст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Мелите». Толкование. «Так как о них апостол не вспоминал, то теперь вспоминает и показывает, что он всеми оставлен, побуждая тем Тимофея скорее прийти к нему. Почему апостол не исцелил больного Трофима? Потому что они все могут делать святые, так как это дело Божие, чтобы люди не боготворили их. Так и Моисей с детства косноязычный не исцелил себя и не вошел в обетованную землю, чтобы его не пошли за Бога. Так и сам Павел имел сильную болезнь. Мелит находится близ Ефеса. Следовательно, Павел оставил Трофима в Мелите или тогда, когда отплывал в Иудею, или после того, как побывал в Риме и снова возвратился и в эти страны. Затрудняемся сказать. Видите, затрудняемся сказать. Ничего в этом нет. Я на Златоусте когда насчитывал, то внизу черта и подстройщик. Кто бы это ни сказал, даже Златоусте, это неправда. А почему? Каждый том Златоуста, каждый, может быть, два только исключения. Первая часть творения святого отца нашего Яна Златоуста. Вторая часть спурьего творения, приписываемое святому Златоусту. И в патрологии мини специалисты не могли определить. Слова больше всего на Златоуста похожи. А может Василий Вики? Да нет, тот вообще это не говорил, такие парпойди. А тот с уставами, с монашеством возился. А может это Ян Дамаскин сказал? Да там кроме мертвецов ничего не надо было, с мощами всю жизнь. Но больше всего к Златоусту приписали. И он там говорит об одном человеке. Он говорит, Павел сказал. Да Павел не мог это сказать, потому что тот человек, о котором говорит, 300 лет спустя только появился. То есть или опечатка, или что, но мы, говорит, изменить не можем. Поместили как есть. Когда я насчитывал жития святых на пленку, то я, если не по Евангелию, я ударил в колокол. Если, ну совсем видно, что я ударил дважды. Иногда ударил трижды. То есть неописуемо, не вмещаемо ни в какие ворота. Ну а почему мы начитывали? Из песни слова не выкинешь. Я все сделал, но сделал несогласие. Ну а где примерно сказать? Ну как, брали причастие в руку, приносили и клали на могилу. Мертвому, что причастился. Нормально это? Другое. Житие святого Афанасия Афонского. Комиссия пришла, строится храм. Там комиссия большая была. Семь человек с ним вместе. Поднялись и леса рухнули. Почему? Неведомые пути Господи. Сатана сделал. Ну и шестеро сразу их задавило кирпичами, а этот долго кричал, пока вытащили его. И тогда он умер. Да коня одежды его, которая кровь была, вымачивали и пили. Это исцеление было. Когда кровь в животных нельзя пить, ни в какие ворота не лезет. Но так написано. И притом церковь не осуждает это, ажа святой. Вот сейчас вчера кинули мне ролик. Я даже не знал. Один священник выступает здесь. Его зовут там Антония. На самом деле он Петр, что ли. И он выступает. И показывает, какое волшебство было, говорит, у Славика Крашениникова. Статья целая. И теперь камушки, мать, это раскрутку делает, рассылает. Эти камушки люди сосут по всей стране. Надо нам это или не надо? Я никогда его даже от священника не знал, ничего. И кто-то скинул. Посмотрите, вот что делает. Ну, подсказали бы ей. Мать-то что знает это дело? Ей любыми путями, чтобы свой святой был, как в житии Натальи Адриан. Любыми путями. Чтобы вот святой, тогда мы можем к нему обращаться. А Бога как будто никакого и нет. Камушки с могилы. И сколько их берут? Колизей. Люди приезжают, тоже берут оттуда камушки. И каждую ночь два самосвала по пять тонн приезжают и вываливают мелко надробленные мраморные камушки. И за день люди все выбирают. Ну, со всего мира еду. В Риме. Я был там. Каждый день, каждый вечер вываливаются туда. Ну, люди-то знают. Да, люди знают. Люди это знают. А где взять-то? Копать не будешь. И так и здесь. Все это мирское. А как избавиться? Любовью Христовой. Если ты Христа будешь любить, тебе некогда будет с камушками возиться. Некогда будет тебе искать другие святыни. Меня не один раз уже предлагали бесплатно поехать в Иерусалим. Зачем? Я открою, вижу Иерусалим, вижу, что там делается. Приезжают оттуда. Сколько воровства. Сколько чего есть. Люби Бога. 2 Тимофея 4,21 Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Толкование. Так как я совершенно оставлен всеми, как ты это видишь, что поспеши прийти. Не говорит, прежде моей смерти. Так как это опечалило бы. Но дабы не встретить затруднений от зимы. Увидеть меня, хотя этого и не сказано. Вот смотрите, люди какие. До зимы приветствую тебя. Евул хороший. Пуд хороший, Лин хороший. Вот Клавдия, и тот есть. И три имени нигде не встретишь. А раньше, раньше называли. Крестил священник, не спрашивал твоего желания, какие на этот день были святые, так называли. Даже в этом вопросе ну такая скудость. Мужских имен 750, а сегодня встречается только 35. У нас четыре часа все Игори. Ну нормально это, два из них Игоря Владимировича. Вчера только посмотрел у меня в друзьях. Пять, кажется, Александров. Александровские храмы, храмы в них, Никольский храм, Покровский, и до жизни. Слава Иисусу Христу! Чего ты там, придешь? А! Приди! Заболела наша сестра, старшая сестра в общине, Татьяна Кузьменейшина. Давай. Об этом Лине некоторые говорят, что он был вторым после Петра епископом в Римской церкви. Видишь ли, как и жены были усердны и пламены в вере, как и они распаляли себя для мира. Распаляли? Распяли. Фуф. Еще тут там. Ибо и этот род нисколько не ниже мужчин, если хочет. Ибо в житейских делах они много способствуют жизни. Так, как берут на себя заведование домашним хозяйством и тем дают возможность своим мужьям беспрепятственно заниматься общественными делами. Не на диване лежать и щелкать программы менять. Вот для чего она нужна. Помощница в рай войти. И в духовных делах они даже более мужей могут преуспевать в целомудрии, святости, скромности и посте. Вообще женскому полу нет никаких препятствий к добродетели, если они желают. Уже не вспоминает их по имени. Так много было верующих. Так много были верующих. Были или было? Вспоминает же поименно только более прославившихся, так как они уже отрешились от мирских дел и были пламенеют духом. 2 Тимофея 4.22 Господь Иисус Христос со духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Толкование. Не скорби говорит, что я нахожусь далеко от тебя. Господь с тобой. И не сказал с тобой, но со духом Твоим. Сугубая помощь от благодати духа и от Бога, помогающего ей. А иначе апостол дает понять то. Господь тогда с нами бывает, когда мы имеем с собой духа и злостью не изгоняем его. Наконец и спрашивает о себе благодати, чтобы всегда быть благоугодными Богу и иметь от него благодать. Как видящий царя и пользующийся его благоволением не чувствует никакой скорби. Так и мы хотя бы лишились друзей, хотя бы подверглись бедствиям, не будем чувствовать никакой скорби, если благодать будет находиться при нас и ограждать нас. Этого же иначе и быть не может, как только если мы будем делать угодное Господу. Подобно тому, как в домах те слуги пользуются благоволением Господ, которые делают угодно им, так и каждый из нас будет иметь благодать от общего всем владыки, если будет заботиться о том, что принадлежит Ему. Да исполнится же так Его промышление о всех. Ему слава вовеки. Аминь. Все. Все, да? Все, 102.